Армению накажут за преступления по отношению к Азербайджану. Влияние армянского лобби в Соединенных Штатах Америки начало ощутимо снижаться. Похоже, дела армянской страны зашли в штопор или запахло порохом, как сказал бы кто-то из армянских нацистов. А дело все в том, что преступления армянской военщины в Карабахе теперь намерены расследовать и наказывать такой еще недавно близкий союзник Армении, как Соединенные Штаты Америки. И это не одно дело. В Американский кодекс внесена поправка, которая даст возможность наказывать Армению за все ее прошлые бесчеловечные преступления по отношению к Азербайджану. Похоже, армянское лобби в Соединенных Штатах Америки, надежда всего армянства, приказала долго жить. Отрицать вездесущность армянского лобби в Сенате США и структурах госаппарата до недавнего времени, безусловно, не стоило. Им были больны и заражены некоторые американские конгрессмены и заражены основательно. Все-таки армянская община США неустанно работала над этим немалое количество лет. В свое время добившись небывалых преференций и даже гуманитарной и финансовой помощи по Карабаху. Азербайджан с большим сожалению следил за этими процессами, а армяне ликовали. Но ничто не вечно под луной, и влияние армянского лобби в США начало ощутимо снижаться. Эта тенденция пришла с приходом Дональда Трампа, который занялся пересмотром нерентабельных геополитических проектов, наподобие оккупационного армянского режима в Нагорном Карабахе. В свое время армянским сепаратистам в Карабахе доставалось до 100 миллионов долларов американской помощи в год. Однако затем они были сокращены до 2 миллионов. При задумавшись, Трамп возможно понял, что режим в Карабахе не оправдал себя даже политически. Его никто так и не признал во всем мире, а страны СНГ боятся его как чумного. И вот итог. В то же время Армения со своим прогрессирующим эго и наглым лобби, кажется, добилась обратного эффекта. В повестку Конгресса Соединенных Штатов Америки вошла самая антиармянская резолюция в истории. Авторами поправки являются члены Конгресса Стив Шарлотт и Стив Каен. Речь идет о представлении Конгрессу после согласования с госсекретарем Соединенных Штатов Америки и министром обороны отчета о гражданах, которые были перемещены с оккупированных территорий Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы, а также убиты на этих территориях. Таким образом, в ключевых составляющих поправок подтверждается факт незаконной оккупации территории Азербайджана, а также других упомянутых стран. Речь идет о конкретной поправке, принятой Палатой представителей Конгресса, которая предусматривает сбор информации о перемещенных и убитых на оккупированных территориях гражданах и дальнейшую передачу ее в Конгресс совместно с Министерством обороны. На данном этапе эта поправка имеет для нас большое значение, поскольку в ней подтверждается факт оккупации территории Азербайджана, отметила, комментируя данный факт, руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдулаева. Между тем, есть ощущение, что это только цветочки, а будут еще и ягодки. Влияние армянского лобби в Соединенных Штатах Америки начало ощутимо снижаться. Эта тенденция пришла с приходом Дональда Трампа, который занялся пересмотром нерентабельных геополитических проектов, наподобие оккупационного армянского режима в Нагорном Карабахе. И это еще при том, что в Сенате и Конгрессе США есть силы, которые проводят в жизнь проармянские проекты. Но с недавних пор проармянские конгрессмены и сенаторы стали терять свое влияние, а вернее, довольно прохладные отношения к Армении и связям с ней у Дональда Трампа стало определяющим в политике. Да, на первый взгляд странно, ведь именно проамериканские силы привели Пашиняна во власть, дали ему полномочия и средства. Но оправдал ли надежды сам Пашинян? Увы, нет. Он решил работать не на американцев, а на себя. По сути, показал силам Сороса жирный кукиш. Трамп пришел к мнению, что за такие недоработки Армению точно надо спустить на тормоз. И по факту обрубил все концы, даже влияние армянского лобби, которому перестали прислушиваться силы республиканцев. Дорогие подписчики, хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ20%. Нуждаюсь в ваших подписках и лайках. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Хорошего вам настроения и помните, победа будет за нами!